Иисус говорит, если же я, говорит, Духом Божьим изгоняю бесов, то есть два альтернативы. Если вы говорите, что сила Юбильзиола, то тогда разделилось царство. А разделилось царство, по нашим же еврейским утверждениям, оно не устоит. Другая альтернатива, я изгоняю бесов Духом Божьим. Но в этом случае вас, конечно же, настигло царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Связывание с сатаны и его конец считалось распространенным признаком перед наступлением мессианской эпохи. Буду читать из завещания Левия 18 главы. Небеса разверзнутся, и из храма славы сойдет на него святость с голосом отцовым, словно голос Авраама, к Исааку. И прольется на него слава Всевышнего, и дух знания и святости почиит на нем, ибо он даст величие Господа сынам своим воистину навеки. И не унаследует ему никто в поколениях и поколениях до века. И в священство его народы исполнятся знанием на земле, и освящены будут благодатью Господней. Израиль же умолится в незнании и помрачится в скорби. В священство его исчезнет грех, и беззаконники перестанут творить зло. И отверзнет он врата рая, и отвратит меч, угрожающий Адаму. И даст он святым кусить от древа жизни, и дух святости прибудет на них, велиара, то есть сатану он свяжет, и даст власть детям своим попрать злых духов. И возрадуется Господь детям своим, и благоволеть будет возлюбленным его до века, тогда возвеселятся Авраам, Исаак, Яков, и возрадуюсь я, и все святые облекутся радостью. То есть мотив связывания сатаны, это не только новозаветный мотив, как мы читаем об этом в книге Откровения, это вполне себе еврейский мотив, а собственно откуда взяться в книге Откровения нееврейскому мотиву. И тогда явится царствие его, во всяком творении его, и тогда дьявол обретет конец, и скорбь с ним отойдет, вознесение Моисея, 10 глава. Также в трактате Сука 52 Б, Талмуд Вавилонский, рабе Иуда говорит, в будущем зарежет всевышний зло и начало пред лицом праведников и пред лицом злодеев. Зарежет, связывает, закрывает, существует идея о том, что будут предотвращены возможно действовать для сил зла. И Иисус говорит свое знаменитое, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает, тот растачает, он устраняет, согласно еврейскому представлению о причастности, как есть в книге пророка Языкиля, то есть не противление смерти другого человека является участие в его смерти, или иными словами, нейтральных позиций не бывает. Тот не со мною, тот против меня. Посему, говорит Иисус, всякий грех простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на человека, простится ему, если кто скажет на духа святого, не простится ему ни в веки, ни в веки. В будущем опять доктор Фрухтенбаум и его школа утверждают, что это как раз и есть непростительный грех, то есть грех хула на духа святого, который состоит в том, что Господь Бог, в данном случае Иисус, обвинен в том, что Он творит чудеса силою князя Бесовского. Но доктор Фрухтенбаум и его школа считают, что этот грех имел только, это не личный грех, это лег, имел отношение к народу Израиля, и он имел действие только до периода смерти Иисуса Христа, когда были прощены все грехи, и с момента смерти и воскресения все грехи прощены в настоящее время, этот грех не может существовать. Это как бы его позиция. Я придерживаюсь несколько другой позиции, которая состоит в том, что если как бы Дух Святой это Бог, то есть всякий грех человеку простится, но хула на духа, то есть хула на Бога, означает непокаяние, а непокаяние естественно ведет к непрощению. Мне кажется, что это очевидно. Дух Святой является инструментом, с помощью которого Всевышний дает людям мысли о покаянии. Ежедневно, ежечасно раздается Бат-Коль или голос Господа Бога, или откровение Святого Духа. Об этом, кстати, говорит и книга Зоор. Соответственно, если человек отрицает действие Духа, видя в нем проявление дьявольских сил, он не может совершить покаяние, без которого невозможно прощение. Так утверждает Тасефта Йома, 4 глава. Или, говорит Иисус, признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. По рождении ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Еще один известный еврейский мотив, когда человеку подавляется дереву и его плодам. Это известный в иудаизме образ. Согласно традиции, злая мысль, имеющая последствия, приводит к наказанию, но злая мысль, остающаяся без последствий, остается без наказания. Я прочитаю цитату из Тасефты. Вот дела, которые наказывают человека в этом мире, а за плоды их в будущем мире. Идолопоклонство, разврат, кровопролитие и злоречие. И соответственно добродетель имеет лозу, этот мир, и плоды будущий мир, как сказано. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет скушать плоды дел своих. Это из Исаии 3 главы. У преступления есть лоза, но нет плодов. Если это так, то о чем же сказано, зато и будут они вкушать от плодов путей своих. Притчи 1.31. Но есть преступления, имеющие плоды, и преступления, не имеющие плодов. Хорошей мысли Всевышний позволяет произнести плоды, произвести плоды, а плохой мысли он не позволит произвести плоды. Как сказано, если бы несправедливость видел я в сердце своем, не услышал бы меня Господь. Цитата из Псалма 66. Но сказано также, вот я навожу на народы этот бедствие, плод помыслов их. Иеремия 6.19. Но если дает мысль плоды, Всевышний наказывает или награждает за нее, а если не дает, то не награждает. Это достаточно сложная цитата или утверждение. Но опять мы-то возвращаемся к сказанному Иисусом и его понимании того, что дерево дает хороший плод, но если плохое, плохой плод. То есть на самом деле начало всех дурных наших дел, это внутри нас, наши мысли, наши побуждения. И то, что выходит наружу, с другой стороны, является доказательством того, что есть у нас внутри. И поэтому мы не можем говорить, что человек как бы хорош, но вот дела у него плохие. Так просто не бывает. Иисус обличает подобный подход и говорит, что любая мысль, любое слово повлекут за собой необходимость дать ответ в день суда. Говорится в другом месте, что за каждое свое слово мы дадим отчет. Слово сказанное или не сказанное, а слово мысль сказанную или не сказанную. И он продолжает это же рассуждение. И там же, в тот же день, он приходит к фарисеям. И естественно они требуют от него знамений. Ну это тоже, я не думаю, что мы далеко ушли от этого. И в наше время в огромном количестве христианских церквей люди ищут знамений и чудес. Чудеса, знамений стало едва ли не признаком здоровой или нездоровой церкви. И осуждая фарисеев, как бы сами скатываемся в худшие проявления этого фарисеизма. Некоторые из книжников и фарисеев сказали, учителя мы читаем из Матфея 12 главы стихи с 38 по 45. Матфей 12 стихи с 38 по 45. Некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ сильно. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. То есть ни много ни мало. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ну, учитывая полный контекст беседы Ишуа и фарисеев, мы не будем как бы вырывать из того, что было сказано раньше. Помните, что это плоды, связывание сатаны, дух, исцеление слепого, немого. Можно попытаться увидеть в этом мессианскую аллюзию или мессианскую референцию. Или то, что Иисус пытается связать в умах слушающих, о чем он говорит. У нас есть в еврейской традиции стихи или литература, которая связывает, отождествляет, вернее, пророка Иону с мащехом или с мессией бен Йосефом. Это гораздо более позднее развитие в иудаизме, когда появляется идея двух мессий. И, собственно, одного мессию, который сначала должен прийти и пострадать, это мессия сын Йосефа. А второй мессия торжествующий, мессия конца времен, это мессия бен Давид. И вот я хочу прочитать, что в этой связи говорится в Ильяу, в Талмуде, в Талмуде Сука 55а. «И принеси мне, а себе и сыну твоему сделаешь после». Этот ребенок был мессия, сын Йосефа. Я, Ильяу, я, Илья, сказал это и дал в этом намек, что сначала я приду благовествовать, а потом придет Давид. Вот такая ссылка. К Йоне, когда Йона встречает царь рыбу, или Левиафана, или Левиатана, кстати, известный наш диктор военный, Левитан, это и есть имя, Левиафан. «Ради тебя спустился я в глубины, чтобы разведать место жилища твоего, ибо в будущем предстоит мне проделать крюком отверстие в языке твоем и вынуть тебя на трапезу, предназначенную праведником». Мы знаем, согласно книге Языкииля, Левиафан, это будет, хоть это и нечистое животное, оно будет принесено в жертву и будет поедаемо на Перу в царстве, которое будет в тысячелетнем царстве, что вызывало очень много критики со стороны других раввинов, как так, нечистое животное. Но в конечном итоге книгу Языкииля все-таки ввели в канон, но другой вопрос. «Ненавитянин восстанут на суд с родом Симе и осудят его, ибо они покаялись от проповедей Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Симе и осудят его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова. И вот здесь больше Соломона». Царица Савская, которая последовала за истиной, и несмотря на то, что она не еврейка, это лишний раз показывает, а вот здесь есть некто даже больше мудрости Соломона, и Царица Савская, и те, которые последовали за истиной, они будут обвинителями на суде против фарисеев. Это внутренние как бы еврейские разборки, которые существовали действительно в то время. И Иисус продолжает, как бы завязывая воедино всю эту тему освобождения от нечистых духов, достаточно скользкая тема, надо сказать. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. А когда, говорит, возвращусь в дом свой, оттуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и выйдя, живут там. И бывает для человека этого последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Ну, тут, в общем-то, я не думаю, что нужны какие-то дополнительные комментарии. Так было и во времена Иисуса, так есть и сейчас. «Святому место не бывает пусто». Я наблюдаю за этими многочисленными случаями экзорцизма сегодня, и сатана посылает своих бесов с какой-то поразительной настойчивостью. Стоит только их изгнать, возвращаются опять и опять, и опять, и до следующего раза. В чем смысл этого изгнания, мне трудно представить. Наверное, проблема состоит в том, что изгнать – это не значит освободить. Изгнать – значит, надо еще и заместить. Надо, видимо, дать какую-то твердую пищу, надо дать какие-то основы, Евангелие, основы Писания. Если этого нет, то это все переходит в разряд эмоций, ну и, собственно, там же и заканчивается. Вот, а Иисус продолжает свое путешествие по Галилее, и он, мать и братья Иисуса, ищут, чтобы забрать его домой, потому что, ну, естественно, это же их сын, брат, родственник, чувство родства очень сильное у евреев. И когда же он говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и некто сказал ему, вот, мать твоя, братья, ну, он говорит ему, кто моя мать или кто мои братья, указав рукой на учеников, сказал, вот моя мать, вот мои братья, ибо кто будет исполнять волю Отца Небесного, тот и есть мои братья, и тот и есть мои братья и моя мать. И он продолжает, на самом деле некоторые говорят, особенно неверующие люди, а вот его отношения, но я думаю, в какой-то степени в этом есть благородство Иисуса, он выводит из, хотел бы вывести из сферы страдания, или то, что должно было повлечь, он знал свое будущее, хотел вывести, наверное, из сферы влияния своего страдания самых родных и близких ему людей, при этом говоря, что он, по всей видимости, организует новую общность, где будут свои братья, свои сестры, и эта связь намного сильнее родственных связей. Тут он переходит к большой группе притч, на которых мы сейчас с вами подробно остановимся. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok